Приветствую вас в следующем уроке нашего курса. В данном видео мы с вами продолжаем работать над страницей добавления нового типа объявления и соответственно продолжаем изучать элементы форм, то есть стандартные поля форм Joomla. Итак, на данном этапе логическая структура создаваемого компонента выглядит следующим образом. Вот модель, которую мы с вами ранее добавили и соответственно модель получает данные из файла форм type.xml. Данный файл передает данные по полям формы в модель и модель возвращает их в вид. Соответственно вид посредством шаблона отображает их на экране браузера пользователя. Теперь вернемся в файл type.xml. Здесь мы описали три поля. Поле идентификатор, поле name и поле alias. Данные поля соответствуют полям, которые добавлены в табличку доска types. Вот данные три поля. И соответственно у нас еще есть два поля. Поле state и поле asset id. Поле asset id мы с вами пока что не трогаем, но поле state, которое должно хранить в себе информацию о том, опубликован тип либо нет, должно быть отображено в данный момент непосредственно на странице добавления нового типа. Поэтому давайте отобразим данное поле на экране. Каким образом? Поле для выбора опубликован тип либо нет будет отображено в виде выпадающего списка. То есть по аналогии с их, к примеру, материалами. Вот стандартный компонент comcontent. При создании нового материала мы здесь можем выбрать опубликованное поле либо нет. Поэтому обычно поле состояния отображается в виде вот такого вот выпадающего списка. Поэтому данное поле давайте с вами отобразим на экране. Соответственно изучим новый тип поля под названием лист. Опять же обращаемся к странице документации, то есть docs.joomla.org slash formfield и здесь ищем поле лист. Вот данное поле. Данное поле формирует выпадающий список на экране браузера. Соответственно атрибуты данного поля стандартно. Тип это тип поля. Имя имя поля. Лейбл заголовок. Дефолт значение по умолчанию. Дескрипшн описание, которое отображается при наведении мыши на заголовочек. Класс. Мы можем задать произвольный класс для данного поля. И атрибут multiply. Если ему передается значение true, то он разрешает выбор нескольких вариантов в выпадающем списке. Выпадающий список формируется вот таким вот образом. Стандартный блок филд. И каждый вариант данного выпадающего списка формируется тегом option. Соответственно имя поля state, тип list, дефолт, значение по умолчанию 1, потому как данные, которые нам необходимо отображать, это строка опубликована, либо не опубликована. Соответственно для варианта выбора опубликована будет соответствовать значение атрибута value 1, для не опубликована будет соответствовать значение атрибута value 0. Дальше label, это заголовок. Здесь мы можем указать одну из констант нашего компонента, соответственно перевод которой будет храниться в файле словарей. Но мы можем воспользоваться стандартной константой системы управления контентом Joomla. То есть опять же поле состояния, это поле, которое общее для всех компонентов Joomla. То есть любой элемент компонента либо публикуется, либо не публикуется. И соответственно для этих целей была придумана константа jstatus. Перевод данной константы описан в главном файле локализации. То есть исходники Joomla, language, ru.ru, русская локализация. Дальше главный файл локализации ru-ru.ini. И соответственно если в данном файле мы с вами выполним поиск константы jstatus, то мы видим, что ей соответствует строка состояния. Вот соответственно данную константу мы здесь используем для description, для всплывающей подсказки. Также уже зарезервирована константа под именем jfield-published-desk. Мы ее сразу же указываем. И для каждого элемента выбора также уже есть константы. Собственно для строки опубликована зарезервирована константа jpublished. И для значения не опубликована зарезервирована константа junpublished. Также для значений и вообще для полей select, которые в вариантах выбора в атрибутах value хранят значения 1 и 0, мы можем присвоить специальный класс, который будет закрашивать вариант выбора со значением 1 в зеленый цвет, а вариант выбора со значением 0 в красный цвет. И мы вот сюда добавляем для этих целей атрибут класс и его значение chzn-color-state. Вот такое вот значение. Теперь сохраняем, переходим в браузер, обновляем страничку добавления нового типа. И вот мы видим выпадающий список. Конечно, данный выпадающий список пока что не соответствует вот такому вот виду. Потому как, чтобы стандартный html-text-select был заменен вот таким вот выпадающим блоком, необходимо подключить специальную библиотеку. Мы ее подключим, когда будем создавать шаблон данной страницы, и, соответственно, все выпадающие списочки select, если они будут содержаться на данной странице, будут выглядеть вот таким вот образом. Итак, собственно, для страницы типа мы с вами добавили все поля. Теперь я предлагаю рассмотреть основные поля, основные стандартные поля, которые доступны вам при создании расширений. А затем займемся работой над нашим шаблоном. Но перед тем мы изучим стандартный класс jform, который используется для работы с формами. То есть данный файл возвращает нам только определенные данные по элементам форм. Эти данные через модель переходят непосредственно в вид, затем вид их отправляют в шаблон, и в шаблоне мы должны отобразить в нужном для нас виде каждый из элементов форм. То есть, как мы с вами сделали на прошлом уроке, вызывав специальный метод renderFillSet. Но вот таких вот специальных методов, которые работают с формами, достаточно много, и мы их с вами также должны рассмотреть. Итак, вернемся к стандартным полям. Страницы документации по стандартным полям, напомню, что это docs.jumla.org.formfield. И первое поле, которое мы с вами рассмотрим, это поле календарь, которое отображает блок с календарем. Используя календарь, мы можем выбрать интересующую нас дату, которая будет прописана в базе данных. Календарь формируется вот таким вот образом. Здесь все достаточно стандартно. Единственное, в поле type мы указываем календарь. Default – это значение по умолчанию. Для календаря мы можем указать либо дату, либо ключевое слово now. Ключевое слово now означает то, что по умолчанию в календаре будет прописана текущая дата. Соответственно, label description здесь стандартно. И формат указывает, в каком формате будут храниться данные в данном поле. Соответственно, каждый элемент формата разделяется вот таким вот символом процентов. И опять же, для указания формата даты используются специальные символы. Данные символы описаны в табличке на странице описания календаря. Вот, собственно, у нас табличка. И здесь прописано, чему соответствует каждый символ. К примеру, символ английская буква, маленькая буква D соответствует дню месяца в двузначном формате. То есть, 0.1, 0.2, 0.3 и так далее. И так далее. То есть, каждый символ соответствует определенному значению в дате, в формировании даты. Вот таким вот образом. Так, возвращаемся на главную страничку formfield. И следующее поле, которое мы с вами рассмотрим, это поле checkbox. Очень часто на различных страницах необходимо отображать стандартные элементы HTML формы checkbox. То есть, это блок, где мы можем галочкой отметить интересующие нас значения. Опять же, здесь формируется данное поле очень стандартно. То есть, стандартный блок field, атрибут type хранит значение checkbox, label description, здесь все стандартно. И атрибут value, здесь мы храним то значение, которое будет присвоено полю с именем show title, когда мы отметим галочкой тот или иной checkbox. Соответственно, сейчас, если мы сохраним изменения, обновим информацию, мы увидим, что вот у нас отображается календарик, вот у нас отображается checkbox. Для поля checkbox каких-либо специфических атрибутов нет. В принципе, есть атрибут default, то есть, значение по умолчанию для checkbox. И, соответственно, по большому счету, больше ничего интересного нет. Есть только атрибут класс, некий пользовательский класс, который вы можете добавить для данного блока. Далее, следующее поле, которое мы с вами рассмотрим, это поле editor. Достаточно интересное поле, оно позволяет отобразить на экране текстовую область вместе с текстовым редактором. То есть, вот таким вот образом формируется данное поле. name, опять же, имя поля здесь стандартно, заголовочек, тип editor, ширина редактора, фильтр. То есть, в данном случае используется фильтр save.html, то есть, безопасный html. Здесь разрешается использование только определенного набора html тегов, которые будут, соответственно, переданы в базу данных. И, соответственно, если мы сохраним изменения, перейдем в браузер, обновим информацию, то здесь мы видим вот такой вот текстовый редактор. То есть, текстовая область в их связке с текстовым редактором. Соответственно, здесь есть вот такие вот, как бы, необязательные атрибуты. Ширина редактора, высота. Ширина и высота текстовой области. Coles, rows, то есть, Coles, ширина, непосредственно измеряется в количестве символов. И rows, это ряды, количество рядов, соответственно, текстовой области. Buttons, кнопочки. Здесь мы указываем массив из, соответственно, кнопок плагина текстового редактора. И, соответственно, используя, опять же, атрибут фильтр, мы указываем фильтрацию данных, которые добавляются в данное текстовое поле. Следующее поле, которое мы с вами рассмотрим, это поле email. Поле, которое позволяет ввести корректный email адрес и дальше его уже использовать по назначению. Опять же, атрибуты имя поля, тип поля, заголовок, описание, size, размер поля, отображаемого на экране браузера. Дальше, атрибут required, означает, обязательно ли к заполнению данное поле. То есть, если данному атрибуту мы передаем значение true, то данное поле обязательно к заполнению. Класс, то есть, опять же, пользовательский класс, который мы можем добавить к данному полю. И атрибут validate. Данному атрибуту мы задаем значение email. То есть, содержимое данного поля будет проверяться, валидироваться по правилам, скажем так, соответствия корректному email адресу. То есть, вот такое вот поле. Опять же, я сейчас копирую его из примера. То есть, email нам пока что не нужен. Я только лишь его копирую, чтобы показать вам, как выглядит данное поле. Соответственно, обновляем информацию. И обратите внимание, вот у нас отображается данное поле. Смотрите, если я здесь добавляю некую строку, то, конечно же, валидацию данное поле не проходит. Вот. И, соответственно, для того, чтобы у нас валидация данного поля прошла, мы должны здесь указать корректный email адрес. То есть, admin.sobachka.admin.ru. Что-нибудь вот такое. И, как вы видите, валидация выполняется успешно. То есть, мы в будущем сможем сохранить данную запись. То есть, если же запись некорректна, email адрес введен некорректно, то и, собственно, сохранить запись мы с вами не сможем, потому как данное поле заполнено неверно. Далее переходим к следующему полю, который мы с вами рассмотрим. Это поле файл. Данное поле позволяет отобразить на экране стандартное поле HTML форм для загрузки файлов. То есть, опять же, если мы скопируем пример, то на экране вы увидите следующее. Вы увидите вот такое вот поле для загрузки файла. То есть, кликаем обзор, выбираем нужный файл. По атрибутам. По атрибутам, опять же, здесь все стандартно. Здесь мы можем выбрать, указать атрибут onChange, который полностью эквивалент HTML-овскому атрибуту onChange. То есть, мы указываем функцию, которая будет выполнена при изменении состояния данного поля. И, соответственно, еще достаточно интересный атрибут accept, где мы указываем те типы файлов, которые будут загружены при помощи данного поля. В данном случае здесь указан тип image, дальше slash и, соответственно, звездочка. То есть, все типы изображений мы можем загрузить при помощи данного поля. Вот, все остальные типы загрузить мы не сможем. Вот такое вот достаточно интересное поле. Дальше, файл лист. Достаточно редко применяется данное поле, и оно отображает выпадающий список файлов, которые выходят, которые сохранены в определенную родительскую папочку. То есть, при создании данного поля мы должны обязательно указать атрибут directory, в котором мы указываем папку, файлы которой хотим отобразить непосредственно в выпадающем списке. Соответственно, данное поле выглядит следующим образом. Если мы сохраним изменения и обновим страничку браузера, то на экране мы увидим с вами следующее. То есть, сейчас здесь указана папочка администратор, и в этой папке у нас есть всего лишь один файл index.php. Если я здесь укажу папочку images, то, соответственно, мы увидим все изображения, все файлы, которые входят в папочку images. Вот данные файлы. При этом, если необходимо убрать вот эту строку по умолчанию, то необходимо атрибуту heightDefault присвоить значение true, истина. Вот таким вот образом. В этом случае строка по умолчанию будет удалена. Но теперь вместо нее отображается не выбрано ни одного. Если же нужно и вот эту вот строку скрыть, то необходимо использовать атрибут heightNone. Опять же, данному атрибуту мы передаем значение true, истина, и в этом случае строка не выбрана ни одного будет скрыта. Таким образом, сразу же будут отображаться файлы указанной директории. Дальше следующее поле, которое мы с вами рассмотрим, это поле folderList. Аналогичное по своему функционалу поле, но оно отображает папки, которые входят в определенную родительскую папку. То есть, при создании поля мы, опять же, указываем атрибут directory, в котором передаем имя каталога, содержимое которого хотим отобразить на экране. Но в качестве содержимого отображаются только папочки. То есть, мы отображаем только под папки, интересующие нас папочки. Вот таким вот образом. Соответственно, опять же, данное поле формируется вот таким вот образом. Все очень и очень просто. Стандартные наборы атрибутов. Сохраняем, опять же, два атрибута heightNone и heightDefault, которые скрывают строку, собственно, не выбрана ни одного, и по умолчанию. Вот, и, собственно, вот данный выпадающий список. Вот такой вот. Если же здесь выбрано значение, не выбрано ни одного, то поле возвращает значение минус один. То есть, имейте в виду, если, к примеру, здесь вы не выбираете ни одно из значений, то передается в качестве значения данного поля строка минус один. Дальше, следующее поле, которое мы с вами рассмотрим, group at least. Это, опять же, аналог выпадающего списка, но это так называемый групповой выпадающий список. Он формируется следующим образом. Его варианты выбора формируются теми же тегами option, но вот эти вот теги option группируются в специальные группы. Таким образом, если мы отобразим данное поле на экране, то есть, сгруппировав определенные теги option, то мы с вами увидим вот такую вот вещь на экране браузера. Вот, обратите внимание, видно, да? Группа 1, два элемента выбора, дальше группа 2 и так далее. То есть, вот таким вот образом. Соответственно, данный групповой выпадающий список мы с вами еще будем формировать сами, потому как нам нужно будет сформировать поле, которое будет отображать некие данные, да? И, собственно, мы научимся формировать данное поле, да? Вот это вот поле, групповой выпадающий список. Но оно есть стандартное, поэтому мы должны знать, как с ним работать. Опять же, стандартные наборы атрибутов есть у данного поля, поэтому ознакомьтесь, здесь ничего сложного нет. Тут же name, label, default, description и так далее. Далее, идем далее, чтобы не терять время. Следующее поле, которое мы с вами рассмотрим, это поле media. Очень интересное поле, позволяет отобразить на экране media-загрузчик Joomla. То есть, поле очень стандартное в использовании. Здесь мы формируем данное поле, в атрибут type указываем строку media. Соответственно, в атрибут директоре мы указываем ту папочку, которая будет отображена непосредственно относительно папочки images. То есть, стандартный медиа-загрузчик Joomla изначально, когда открывает содержимое, то он показывает содержимое папочки images. Но мы можем указать непосредственно, какую папку, какой каталог папочки images необходимо открыть. К примеру, папка headers. То есть, к примеру, нам нужно отобразить содержимое вот этой вот папочки. Поэтому я ее указываю в атрибут директоре. Сохраняем, переходим в браузеры. Обновляем информацию и, соответственно, вот данное поле, медиа-поле, мы кликаем по кнопочке выбрать. Открывается стандартный медиа-загрузчик Joomla, где мы можем загрузить нужный файл, либо выбрать один из стандартных. Обратите внимание, открылась папочка headers из родительской папки images. Выбираем поле, нажимаем вставить, можем его просмотреть и так далее. Вот таким вот образом. Далее, идем дальше. Следующее поле, это поле меню. Данное поле отображает выпадающий список всех доступных меню на вашем сайте. Либо же, если сказать более правильно, всех созданных меню вашего сайта. Опять же, как видите, атрибутов у данного поля очень и очень мало. Создается очень просто. Достаточно атрибуту type указать значение меню. Стандартный набор атрибутов. И поэтому сохраняем изменения, переходим в браузер. Обновляем информацию. И мы видим, что здесь отображается вот такой вот выпадающий списочек из меню. То есть, сейчас у меня на сайте добавлено только одно меню, main menu, главное меню. Но если бы их было несколько, все их я здесь бы увидел на экране. Дальше, следующее поле, которое мы с вами рассмотрим, это поле модулы layout. Данное поле необходимо для создания модулей. То есть, когда вы создаете модулей, вы можете отобразить данное поле для возможности выбора альтернативного макета. То есть, для модулей вы можете переопределить макеты, которые будут сохранены в папочке HTML вашего шаблона. При этом, как только вы создаете в данной папочке новый макет, в поле модулы layout вы сможете его выбрать. И данный макет будет использоваться в качестве макета по умолчанию для вашего модуля. Соответственно, опять же, набор атрибутов стандартен. При создании данного поля главное в атрибут type указать, собственно, тип модулы layout. И, соответственно, вот таким вот образом создается данное поле. При этом обновляем информацию. И на экране мы увидим вот такой вот альтернативный макет. Конечно, сейчас мы ничего не видим, потому как мы работаем не с модулем, это компонент. И, по большому счету, здесь ничего отображать на экране. У компонента, собственно, нет макетов для модулей. Поэтому, конечно, мы ничего не видим на экране. Но имейте в виду, что есть вот такое вот интересное поле. Дальше, модулы position, поле, которое отображает выпадающий список доступных позиций для отображения контента модулей. Опять же, данное поле используется при создании модулей. Набор атрибутов минимален и создается данное поле вот таким вот образом. Стандартно, атрибуту type передаем имя поля. Модулы position. Имейте в виду, что есть вот такое вот поле. Дальше, следующее поле это password. То есть, данное поле позволяет отобразить на экране текстовую область для ввода пароля. Соответственно, пароль вводится стандартным образом. То есть, при вводе значений мы не видим те символы, которые набираем, собственно, на клавиатуре. Вместо символов мы видим точки. И опять же, стандартное поле. Стандартный набор атрибутов, как для любого текстового поля. И здесь мы вот таким вот образом можем создать данное поле. Обновляем информацию, сохраняем. И вот данный пароль. Опять же, вводим символы. Видим только точки вместо реальных символов. Так, дальше, следующее поле, которое мы с вами рассмотрим. Поле радио кнопочка. Очень также распространенный тип поля. Тип поля радио. Формируется данный тип поля, как и выпадающий список select. Набор атрибутов стандартный. То есть, тип, name, label, default и description. И таким образом, передавая данному блоку значения для атрибута type radio, мы формируем радио кнопочки. Соответственно, опять же, каждая радио кнопочка формируется в теге option. Value это значение, которое передается при выборе радио кнопочки. А строка между тегами option это та строка, которая будет отображена рядышком с радио кнопочкой. Обновляем информацию. И видим вот такие вот радио кнопочки. При этом мы можем передать специальный класс. Здесь в документации нам сообщают, что мы можем указать специальный класс. button group, button group, yes, no. И в этом случае, если у нас используется значение 0 и 1, то радио кнопочка будет превращена в специальный переключатель, который более, так сказать, нагляден для восприятия. Вот такая вот радио кнопочка. Далее, следующее поле, которое мы с вами рассмотрим, это поле text area, которое позволяет отобразить на экране блок для ввода большого объема текста. Но здесь текстовая область отображается без текстового редактора. Соответственно, стандартные атрибуты rows и calls это высота и ширина, соответственно, текстовой области. Ширина calls измеряется в количестве символов, а rows измеряется в рядах символов. Дальше, default значение по умолчанию, description и так далее. То есть, вот таким вот образом у нас формируется текстовая область для ввода больших объемов текста. Так, обновляем информацию. И вот мы видим данную текстовую область. Так, и последнее поле, пожалуй, которое мы с вами сегодня рассмотрим, это поле user, используя которое можно отобразить пользователю, скажем так, всплывающее окно с возможностью выбора того или иного пользователя. К примеру, создаете вы какой-нибудь, скажем так, компонент по работе с пользователями и, скажем так, создаете некие, возможно, материалы, которые привязываются к определенным пользователям. И, соответственно, создавая материал, вы формируете вот этот вот блок для выбора пользователей. При этом данный блок создается следующим образом. Опять же, все достаточно стандартно. Стандартные наборы атрибутов. Единственное, read-only данный атрибут мы присваиваем, если данное поле можно только прочесть и изменить нельзя. То есть, read-only запрещает изменение состояния данного поля. Итак, сохраняем изменения, переходим в браузер, обновляем информацию. И, собственно, вот у нас вот так вот выглядит данное поле. Кликаем по значку пользователя. Открывается вот такое вот всплывающее окошко, где мы можем выбрать одного из зарегистрированных пользователей в системе управления контентом Joomla. Выбрав конкретного пользователя, данный пользователь будет записан в базу данных при сохранении, собственно, данной страницы. Вот мы с вами и рассмотрели основные стандартные поля в системе управления контентом Joomla. Конечно, здесь еще остались поля, которые мы с вами не рассмотрели, но они достаточно редко используются. И, думаю, вам не составит труда разобраться в них самостоятельно, если они вам потребуются. То есть, основные мы с вами рассмотрели. Файл type.xml мы с вами создали. Все лишнее я удаляю. То есть, все те примеры, которые я только что использовал, я удаляю. Вот таким вот образом. Что еще хотел бы сказать? Смотрите, вот мы с вами сгруппировали набор полей в блок Fieldset. То есть, мы создали группу под именем Basic с вот таким вот набором полей. Если же у нас с вами несколько групп, вот так вот один Fieldset, дальше идет второй Fieldset, третий и так далее. То есть, у нас несколько групп полей. Все их можно сгруппировать еще в одну группу под названием Fields. Fields. Fields группирует Fieldset. Вот таким вот образом. Конечно, ничто не мешает объявить группу Fields и вот так вот, скажем так, добавить поле непосредственно внутрь блока Fields. Вам никто не запрещает, но обычно. Обычно Fields используют для группировки нескольких Fieldset. Fieldset группирует поля, а Fields группируют как бы блоки полей. Вот таким вот образом. Так что имейте в виду. Опять же, создавая группы Fieldset либо Fields, мы используем различные методы класса J-Inform по работе с данными элементами форм, о которых мы с вами будем еще говорить. Поэтому давайте лишний я вот так вот удалю. Вот, оставим только один блок Fieldset с требуемым набором полей. Соответственно, обновляем информацию на странице добавления нового типа. Вот такой вот вид она имеет. И в следующем уроке мы поговорим о классе J-Form. А сейчас давайте прощаться. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok